Хожу я тут, значит, всех режу направо и налево, что-то рассказываю, над чем-то размышляю, и тут бац, а оказывается, я не записываю. Всем привет, меня зовут Артур, мы продолжаем страдать в Dark Souls 3. Банан, я уже тебя знаю, как свои пять пальцев получи. Можно, на самом деле, выйти и навалять еще раз в этому засранцу в доспехах, но я не буду. 200 душ, я думаю, того не стоит. На самом деле, да, как я и сказал, бегаю и режу всех подряд, но, тем не менее, мне это не помешало просрать за кадром 7000 душ. В очередь, дочер, подери раз. Где-то там внизу я их потерял, по-моему, опять-таки. Так, хорошо, получается, что у нас опять нету душ, у нас есть те, которые я набил только что, то есть 1300. Это довольно плохо, что я так теряю души, но, на самом деле, монстры-то жирные оказались. Здесь враги оказались сильнее, чем я предполагал, честно говоря. И они немножко действуют иначе, не так, как, в общем-то, в предыдущих Dark, кстати говоря, туда. Я вот дошел вот туда, и, по-моему, меня убил вот этот вот ублюдок, потому что он кидает гранатку, это все взрывается, и в итоге меня просто разрывает на части, там, как-то так. Короче, да, враги действуют немножко иначе. В общем-то, действуют они круче. Ничего не скажешь. Но меня это забьет с толку, и поэтому не надзирать мне заняться. Более того, я постоянно пытаюсь парировать, просто постоянно. Это у меня какой-то ID-фикс уже начался, то есть я хочу научиться идеально парировать, и из-за чего меня постоянно убивают, просто постоянно. Я один раз ловлю какой-то удар в себя, и в итоге успокаиваюсь, меня это охлаждает, и я предстаю на какое-то время парировать, а потом опять меня начинает нагнетать, и опять начинаю парировать, пока, до тех пор, пока я опять меня грибу. Вот сейчас я опять хочу парировать. Давай. Ну? Я даже не буду говорить, чтобы ты меня удивил, потому что каждый раз, когда я так говорю, я после этого умираю, черт тем длин. Атаковать из засады. Ага. Слушайте, а как они так оставляют... имеется в виду надпись, понятно, как оставляют, а то, что они показывают какое-то направление. Так это одно и то же. Он даже показал направление этими самыми надписями. На самом деле, довольно заезженная вот эта вот фишка с висящими врагами. Помните, они еще в первом были, я помню. И снова, кстати говоря, тлеющий мертвый дракон. Вот у меня, в общем-то, вопросы были, которые на тему, о которых я рассуждал, пока, пока оказывается, что не записывал, и хочу сейчас еще раз повториться по этому поводу. Так, впреди требуется выманить. Кого выманить? Понимаете, в чем дело? Я сейчас буду что-то, в общем-то, размышлять вот над темой вот этих драконов и эры древних и прочего. И я не совсем уверен в том, что я вам расскажу. Я просто предположу. И хочу, хотел бы попросить вас дополнять меня. Дополнять или же исправлять? Потому что я хочу разобраться. И я, в общем-то, за кадром немножко себе освежил еще раз... Давайте-ка мы вылечимся. Я себе освежил еще немножко память в плане лора игры. И некоторые моменты, в принципе, поузнавал, о которых я не знал, например. Ну, то есть, из пропущенных каких-то кусков, которые я не играл, например. Ого. Ну, давай. Ох, нет, я понял. Я все понял. Я предлагаю сваливать отсюда. Я предлагаю сваливать наверх. Да забирайся ты, господи! И упасть ему на голову. Получится так интересно. У меня стрел нет. У меня нету... А, у меня есть две стрелы, кстати говоря. Она раболец. Кстати говоря, одна из теорий, которая у меня есть... Так это то, что наш герой... Мне так кажется, что не так прост, как... Как хотелось бы. Потому что у него есть знак тьмы. Что такое знак тьмы? Кстати говоря, я хочу вот этого. Я не буду это возжигать до тех пор, пока я не убью эту дрянь. Короче, что такое знак тьмы? Знак тьмы, это же... По сути, получает нежить. Нежить, это у нас кто? Это у нас полые. Что такое наш герой? Наш герой, вообще непонятно кто. Он не может стать нежитью. Он возжигает уголь. Что делает его, как я уже выдвигал теорию, лордом пепла. Аккуратно. Я знаю, на что ты способна дрянь. Ну и почти. Тихо. Аккуратно. Только не уходи. Мне нужен твой уголь. Зараза. А-а-а. Как ты вообще смог меня убить? Я же даже не просил меня удивлять. Обычно меня убивают тогда, когда я прошу меня удивить. Не раньше. Тихо. Слушайте, может быть, попробовать его ссорб... Слушайте. Это же тьма. Я знаю, как можно его убить. Тьма подвержена огню. Точно. Надо попробовать его гранатами закидать. Лови, ублюдина. О, гениально. О, брау, чёрт, поделись. Смотрите, как оно горит. О, брау, чёрт, поднимайся быстрее, ради бога. Я надеюсь, что он сюда не залезет. Вроде бы нет. Оно горит просто, как я не знаю, как сухие ветки от этого огня, в общем-то. Это правильно и логично. Но, чёрт, по-три, кажется, гемотосиле не нравится. Бесится. Бесится. Бесится, дрянь. Тюхо. И последний. Давай, чёрт мой, змей. Хоть огонь и тьма, они как бы граничат друг с другом. Имейте в виду... Они очень... Ого, тёмный самоцвет. Осколок, титанита и уголь. Шикарно. Они вроде как родственные. Я уже говорил по этому поводу. Но, тем не менее, огонь... ...назирает задницу тьми. Огуль... Огуль. Огуль восстановлен. Угу. Да вы поняли. Вы посмотрите, что оно здесь натворило. С одной стороны, кажется, что это пятна крови, но... Скорее, это пятна тьмы, что ли. У нас вообще... У нас сейчас ещё идёт же прохождение гиперлайт-дрифтера. Мне вот это даже жалко. Он теперь стыд мульчат, а просто ничему. У нас же идёт прохождение гиперлайт-дрифтера. Там тоже тьма, которая поглощает всё. Слушайте, а можно как-то, может быть, спуститься туда? Скорее всего, можно как-то. Вряд ли дракона можно как-то сдвинуть. А вы слышите этот звук? Так, это значит, что где-то рядом находится этот, как называется, господи, ящерка. Ну-ка. Вот она. Так, быстро, 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 быстро. Угу. Отлично. Вот эту ящерицу в самом начале игры, которую мы убивали, помните? Вот именно из таких маленьких ящерок вырастает вот та здоровенная. И я уверен, я очень... Я очень уверен в том, что мы еще встретим такую здоровую ящерку. Так, там вот тоже внизу, кстати говоря, труп сидит. Ага. Что-то их там просто, не знаю. Я думал, что вот эти вот с красными этими самыми плащами, я думал, что это такие же, как тот красный рыцарь, которого мы завалили вместе в тех заспехах. Но. Так, надо быть аккуратней. Да, вы мне говорили, что мне лучше всего... Всегда ходить в... В общем-то, в таком состоянии с зажженным углем. Я, честно говоря, забыл про это. Забыл про это. Я буду стараться не забывать и всегда возжигать этот огонь. Да ты посмотри. Ну, давай. Зараза, тебе просто повезло, что я тебя не смог забарировать. Тихо. Обратили внимание, что они немножко переработали траекторию полета стрел? Они сделали так, что... Если раньше в первом Dark Souls, и, по-моему, в втором тоже, когда у вас летели стрелы, они летели вот прямо вот... Прямо видно было, как они меняли траекторию полета в вас. То есть, это так тупо смотрелось на самом-то деле. И здесь они переработали этот момент и сделали так, что теперь они летят... Там на крыше, кстати говоря, можно было вода. Вот она. Они теперь сделали так, что они не сильно... Ёлки-палки. Что они не сильно меняют траекторию. Они вроде бы как летят в вас, но это практически незаметно так. Может помочь снаряд. Ты хочешь, чтобы я убил эту дрянь снарядом, да? В принципе, можно. Но... Честно говоря... Черная огненная бомба. Ого. Честно говоря, я хотел бы попробовать этого врага на зубок. Имеется в виду, я хотел бы к нему спуститься. И надрать ему задницу вручную. Мне очень... Ну... Я бы сказал бы, что в таких битвах, там, не знаю, с лука, надирание кому-то задницы... С лука... Очень, кстати говоря, любопытные вот эти товарищи. Мне кажется, что они даже не мертвые. Говорю, что надирание задницу врагам просто с лук или там снарядом или еще чем-то в этом роде. Мне кажется, что в этом просто чести мало. В этом будет честь, когда мы увидим, что мы просто не сможем с ним справиться вручную. А так, я хочу попробовать испытать врага на зубок. Имеется в виду, вот с помощью честного поединка. Вот ты, например. Давай. Я еще обратил внимание, что... Так. До свидания. Хе-хе-хе. Я еще обратил внимание, что нам могут восстановить эстус. Когда мы кого-то убиваем, есть вероятность того, что из него выпадет эстус. Это тоже довольно неплохо сделали, на самом деле. Нравится. Дайте пойдем сюда. Так, слева. Слева точно кто-то есть? Я уверен. Звонарь. Зараза. Стражайся, честно. Хотя я тоже любитель побить. Давайте лучше вылечимся. Я тоже любитель побить в спину. Так что, в принципе. А, кстати говоря, большое спасибо за... Тихо. Смотрите, что он делает. Он просто пытался воркнуть в меня нож. Большое спасибо за то, что рассказали мне про этику. Этику ведения ПВП. Это очень важно, на самом деле. Потому что, если бы мне встретился какой-то... Как это называется здесь? Красные фантомы, да? Если бы вторгся... Вторгся в наш мир, в общем-то. Я действовал бы, наверное, спонтанно очень. То есть, я бы увидел бы, я бы начал бы нервничать. Эм... Как знаете, когда... Давно, в общем-то, ни с кем не ПВПшились, вы начинаете нервничать. Начинаете осторожно враг. Начинаете действовать очень опрометчиво. В общем, я бы начал бы действовать именно так, скорее всего. И в итоге, если бы не потерпел бы фиаско, то как минимум бы... Как минимум бы нарушил бы этику. Талисман охоты на нежити. Это выглядит как талисман Ллойда, кстати говоря. То есть, талисман Ллойда, насколько я помню... Просто... Если его использовать, он просто позволя... Как-то, господи, блокирует использование эстусов, да? Ну-ка. Собственно, а где он? А, вот он. Инструмент для охоты на нежить. Делает эстус неэффективными в небольшой области. То есть, он работает на область. Если я кину этот талисман, он... Или как он используется? Я, честно говоря, не помню. Если я его в кого-то, по-моему, кидаю, то он будет работать только на какой-то области. То есть, из этой области можно выйти и выпить эстус, или как? Я думал, что он работает таким образом. То есть... Я в кого-то его кидаю, и в итоге... Он какое-то время не сможет использовать эстус. Давным-давно такими талисманами пользовались рыцари-клирики Ллойда, охотившиеся на нежить. Хотя Белый Путь давно позабыл в сердце Ллойда. Охота продолжается, а талисманы позволяют... Талисманы позволяют сражаться с нежитью. Не беспокуюсь, что та исцелится. Да. Меня смущает вот этот проходик. Видели там решетка? Туда можно попасть. Туда можно попасть, вот если бы я не вышел бы на крышу, а вот там, где меня убил, помните, я говорил, что кинул гранату и взорвал меня. Вот можно туда пойти. Осторожно влево. Еще мне подсказали, что я пропустил какой-то сундук, в котором лежит плевый топор. Блин, я, честно говоря, теряюсь в догадках, где я его пропустил. Зеленоцвет. Это, по-моему... Я забыл, что это такое. Я помню. В первой части я таких много насоверал. Зеленая трава, форма напоминающая цветок. Временно ускоряет восстановление выносливости. Это однолетняя трава, растущая в чистых водоемах. Ценилась солдатами из Легиона Нежити за то, что позволяло им махать мечами без устреля. Хорошая штука, кстати говоря. Я предлагаю ее поставить на быстрый слот. Ну, гранатки. Окей, ладно. Пускай будет, наверное, где-то здесь. Можно было бы еще поставить, кстати говоря, уголь на быстрый слот. И... Косточки выточнения. Вот сюда я поставлю вот это. А сюда поставлю... Бомбы. Да. А, секундочку. Нет, не так. Вот здесь бомбы у меня стоят. А здесь косточка. Во. Вот так. Короче, я себе немножко освежил память опять. Опять я себе ее немножко освежил в плане лора. Я пересмотрел первую... Из первого дарка пересмотрел... А вон, кстати говоря, враг, о котором нас предупреждали. Пересмотрел заставку к первому дарку. Вспомнил насчет эры древних, эры огня и прочего. Да ты посмотри, как ты в меня попал. Видел тебя, читал о тебе и попал на тебя. Ладно. О, палаш, ну-ка. Меч с широким лезвием, предназначенным для рубящих ударов. Атаки с широким замахом эффективны против толп. Но в тесных помещениях меч нередко натыкается на стены. Так, навык стойка. В стойке используется обычная атака, чтобы пробить блок противника снизу. Или сильная атака, чтобы провести рубящий удар снизу и вверх с выпадом. Хорошо, а как это выглядит? А выглядит, честно говоря, очень даже неплохо. Мне нравится. Очень быстрый, но скорее всего слабоэффективный. Слабоэффективен, мне так кажется. Так, эта штука у нас использует, да. Для пробивания блоков. И вот, а, и вот это тоже. Хорошо. В принципе, довольно любопытен. Но, ну нет, вы же понимаете. Хотя, смотрите, по физическому урону и даже по поглощению при блоке он, в принципе, лучше нашей тяготаны. Но, тем не менее, мне она больше нравится. Нравится хотя бы тем, что я могу ей парировать. Это уже большой плюс. Тихо. Не сметь. Против собак. Что-то только что забежало, или мне показалось. В дверь, да? Против собак я люблю использовать просто кулак. Хорошо работает. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, я все-таки видел, как что-то забежало в эту дверь. И, по-моему, это был пыль. Так, что насчет мимиков. Во второй части, по-моему, убрали цепь. Говорят... Я так не научился определять мимиков от не мимиков. Никаким другим способом, кроме как ударить по ним. Но говорят, что если цепь, вот эта цепь, которая, вроде как, ее убрали в второй части и добавили опять здесь в третьей, что если эта цепь смотрит на нас, то, по идее, это мимик. Если смотрит вот так, как сейчас, она в ту сторону, то это не мимик. Так, кажется, так. Не могу ошибаться. Так, щит с серебряным орлом. Традиционный металлический щит, украшенный гербом с изображением серебряного орла. Средние щиты самые распространенные. Так, в них сбалансировано поглощение... В них сбалансировано поглощение урона, устойчивость и вес. Навык владения оружием. Возьмите щит в левую руку, чтобы применить навык оружия в правой руке. Просто хотя бы посмотреть, как это выглядит. А, смотри. Даже когда я со щитом в руках, я все равно могу использовать учи-гатану в силовой стойке. Слушайте, это очень... Это очень... Я даже не знаю, как выразиться. Очень имбово выглядит. Вот как. Как это выглядит. Это, наверное, только с этим мечом так работает. Не вставай. Просто не вставай. Это, наверное, только с этим щитом. Потому что другие щиты, если они имеют навык парирования, то, по идее, вот, допустим, вот этот. Вот, навык парирования. Ну-ка. Да. То есть, это только со щитом, у которого нет этого навыка. Я понял. Ну, хорошо. То есть, по идее, я этим щитом могу защититься, а потом еще резко сделать выпад. Офигеть, честно говоря. Офигеть, господи, как ты меня напугала. Тихо. Ну, давай. Попробуй загрызи. Ну, и я тоже ничего с тобой не сделаю, если буду вот так стоять. Тихо. Сейчас аккуратненько. Так, шикарно. Кого-то здесь даже в угол, походу, загнали. Я бы сказал бы, чтобы ты меня удивил. Но я не хочу рисковать. Потому что, ваше удивление, меня, добром для меня не кончается. Я заметил. Их там аж двое ходит, да? Хорошо, давайте-ка мы выйдем для начала на улицу. По-моему, сейчас выйдем как раз. Да, 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 да. Потихонечку выходим вот к этому засранцу. Боюсь, что он может меня ваншотнуть. Учитывая, что я полностью голый. Думаю, что ему совершенно не составит никакого труда это сделать. Но зато отсюда я могу начать его провоцировать на... Не знаю. На то, чтобы он дотянулся... До второго этажа своей... Косу этой. Могу пробовать его пощекотать гранатами отсюда. Но я пока не буду. Как я уже сказал, я хочу попробовать его на зубок. Перед тем, как... Провоцировать. Вот этих надо по одному... Выманить. О-о-о! Сейчас сделаем вот так. От, зараза! Можно было попробовать его завалить. С помощью гранат взорвать все это дело. Там, потому что в тех бочках порох. Так, минус один. Давай, милейший. Слушайте, я опять хочу пробовать его... Ну ладно, не буду. Пока не буду. Как же так-то? До свидания. Каждый раз, когда я хочу попробовать их запарировать, каждый раз я... Фейлюсь. Просто постоянно. Осколок... Осколок С... О! Великолепно! А это что получается? Это была наковальня, да? Или нет? Это было... Это был просто стол. Получается, что мы теперь можем вернуться к... Как его зовут? Я забыл. В общем, мы можем вернуться к кузнецу. Почему-то он не запомнился как Эрни. Не знаю почему. В общем, можем прокачать у него эсус А сколько здесь максимум эсусов нам дадут, интересно? Ключ от камеры Веколепно Только от какой? И вот еще что, я забываю проверять Проверять на наличие секреток Секреток здесь уйма, я знаю А, понятно Хорошо Как вы считаете? Попробовать А у меня в принципе нет другого пути У меня путь получается только туда К этому Жирному Засранцу Или возвращаться Ну хорошо, давайте мы наверное пробуем все-таки Он еще и застрял, ко всему прочему Ладно Я предлагаю Уй! Ну как же я не подумал Это же Дарк Сулс Рапира Великолепно Только посмотрю я на нее позже Я хочу сперва разобраться с ним Можно было бы использовать Конечно, косточку возвращения Больно? Или только щекотно? Давай сделаем вот так Как против тебя будет молния работать? Как против демонов? Наверное я никогда не соберу 20 тысяч душ Просто никогда Возвращаться за ними Это просто сейчас Смерти подобное Я просто где-то подруге скорее всего Откопычусь Хотя в принципе не так Чтобы и сильно сложно Там было бы пройти Но Это придется в любом случае Спрыгивать к этому Засранцу И Начинать, короче говоря Как-то скакать Я предлагаю сейчас пойти в другую сторону Я предлагаю пойти сюда Если повезет То Мы не умрем по дороге И сможем забрать души Рано или поздно Их там Сколько получается? Их было по-моему 4 тысячи Нам надо 20 тысяч Да, но в принципе Если бы я не помер бы И не просрал бы За кадром 7 тысяч Один раз Потом 7 тысяч Другой раз Мы бы уже давно бы Насобрали бы эти 20 тысяч И Давайте сделаем вот так сразу Лучше это сделаю я Чем он Эм Да Именно так Только ему для этого Понадовался бы Один кидок А для меня Почему-то целых 3 Не надо было так делать Мы сейчас таким образом Вот где-то здесь Меня в общем-то и убили И Мы сейчас таким образом Да Выйдем Как раз в то место Которое мы видели С той стороны Да Вот Кажется это оно Да Да это оно Вот там мы были И там в общем-то мы Померли Хорошо Давайте пойдем на этот раз Сюда Я думаю что это в принципе Приведет нас все в одно и то же Висит смотри Приведет нас скорее всего В одно и то же место Хотя не факт Здесь вполне себе Может оказаться Тупик И еще Мы ни разу не находили Пока что еще Иллюзорных стен Почему-то Либо я Очень плохо их ищу Либо Либо они действительно Еще не встречались Просто элементарно Ага У нас кстати говоря Осталось Остался один уголек Всего-навсего Я Следую вашему совету И Как только я помер Я сразу Восстановил уголь Это получается Ключ от этой решетки Мы нашли Кстати говоря Давайте о нем Почитаем Пока я его не использовал Может быть Что-то о нем Известно Ключ от камеры В которой сидят Воры И им подобные Лотрики Нет недостатка В ворах Эти Вероятно Пробрались Из поселения нежити И Перелезли через Стену Но своим ремеслом Они занимаются Только на высокой стене Ибо боятся Замка Лотрика Который по слухам Пожирает людей И держится От него подальше Замок Лотрика Который Мг Кстати говоря Послание Мы по идее Можем оставить Послание Да Как вот люди Оставляют На полу То есть Это сидит Один из тех воров Будет ли он Атаковать Вроде бы Те кто сидели В решетках Обычно Они вроде бы Не Изначально Они Не Агрессивны Хотя Помню я там В первой части Одного засранца Который мне Жизнь Испортил А А Ты не стремый Нет Не 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 Ты издалека И судя по звону Колокола Должно быть Ты не из горящих Невероятно Если это правда У меня есть к тебе Одна просьба За высокой стеной Стоит за твой городишко Он не принадлежит никому Из твоих летелей Просто старое поселение Нежити Там живет Старуха Лоретта Пожалуйста Передай ей это кольцо Я не прошу о благотворительности Совсем наоборот Если ты это сделаешь Я плачу тебе с лихвой Возможно Я всего лишь вор Зато у Маупнем Больше чем у иного короля Что скажешь? А? Прекрасно Я смиренно отдаю свою судьбу В твои руки Я серокрыс Из поселения нежити И я Я обещаю тебе помогать Отдай кольцо Старушке Лоресе Она живет За высокой стеной Выполни свою часть Уговора А я выполню свою Ого Исчез Кольцо синим Слизным камнем Любопытно Серокрыс Значит Помнится В первом дарке Был засранец Который Которого мы выпустили Из тюрьмы И он в итоге Грохнул хранительницу огня С тех пор Выработался Эдакий Эдакое недоверие Недоверие К засранцам Которые были Закрыты в тюрьме Хорошо Что за колечко Ты мне дал? Увеличивает поглощение урона При низком уровне здоровья Секундочку Увеличивает поглощение урона А, ну да Все правильно Кольцо с редким Драгоценным Лизным камнем Временно усиливает Поглощение урона При низком уровне здоровья Считается Что такие камни Слезы горя богини Каифы А слезы всегда Красивее перед смертью Хе-хе-хе Да, черт подери Чисто теоретически О, точно Я же шлем Шлема выбивал Обычный шлем Солдата Лутрика Сделан не железом Но наполовину Развалился Было бы разумнее Защищать голову От стрел И других опасностей Чем-чем понадюжней Тем не менее Лучше чем ничего Насколько мне известно Кстати говоря Алибарды у меня еще есть тоже Оружие на длинной рукояти Представляет собой Сочетание копья и топора Чтобы орудовать им Нужны и сила И ловкость Алибардой Можно колоть Как копьем И наносить боковые удары Как топором Так что это довольно Универсальное оружие Эффективное в бою С несколькими врагами Навык Натиск Атакуйте врага в рывке Выдерживая Алибарды на уровне пояса Используйте силовую атаку Во время рывка Чтобы увеличить ее дальность Я все понял И рапиры кстати говоря Аристократы Сражаются такими на дуэлях Используя самые Утонченные приемы Фехтования Основная атака рапиры Серия уколов Оставляющих противника Беззащитными Перед закрушительным Завершающим выпадом Можно атаковать С поднятым щитом Навык стойка Приняв стойку Используйте обычную атаку Чтобы сделать шаг назад Нанесите противнику Внезапный укол Или сильную атаку Чтобы провести Серию уколов Давайте-ка мы попробуем Эту штуковину Использовать Я не люблю рапиры На самом деле Учитывая что они Они хороши будут Если мы будем Идти в каком-то Туннельчике Например Или По Какой-то Может быть Круговой лестнице Потому что она Бьет у нас Вот таким образом Да Вау Ух ты Слушайте Очень Очень элегантно Класс Ну это Как обычно Рукой А если так Шикарно Просто великолепно На мой взгляд Но оружие Честно говоря Просто не для меня Я не люблю такое оружие Мне больше нравится Вот это Естественно Кстати говоря Вот этот Самурай Которого мы завалили С этим С этой Учигатаной Знаете кого он меня напомнил Он мне напомнил Немножко Умбра Знаете кто такой Умбр Помните А это получается Что нам теперь Только в одно место Надо Надо возвращаться Умбр Это из Моровинда Это по моему Третий Элдерскролл Да Моровин Помните Когда вы уже Играете не первый раз В Элдер О кстати говоря А тут что Тут с другой стороны Закрыто Да Да Когда вы уже Играете не первый раз В Моровин Вы знаете Кстати говоря Может быть тут есть Какая-то Дырочка Может быть Есть Нет Я смотрю Что там Что-то Просвечивается Внизу Может быть Есть какой-то Проходик Короче Когда вы играете Уже не первый раз В Моровин Вы знаете Что в начале игры Можно получить Некоторые вещи Которые можно получить Уже под конец игры Они просто всегда там лежат Все время там лежат Вы можете сразу пойти И забрать их Как перчатки Так и в общем-то Меч Умбра Дворучный Очень крутой Двручный Зачарованный Меч И Умбр там просил Надрать ему Задницу Потому что он Пытался найти Смерть В общем Честь в смерти Короче говоря Как Как варвар Хотел умереть С честью Грубо говоря Вот И Когда Приходится Слишком рано И поубить Просто Нереально Сложно Вот На этот раз Короче Суть Суббром Была в том Что Его убить Было так же Сложно Как и этого Засранцы И вы тоже С него получаете Меч Так же С этого Я не хочу Терять Четыре Тысячи Душ Не Х Ч Уй Плохо Я Удивлен Что Оно В принципе Здесь Опять Появилось Если Мы Сейчас Убьем Выплетели Из него Опять Титанит Да Смотри Опять Выпал Фигурка Не выпала Но Титанит Выпал Что Это означает Это Значает Что Мы Можем Таким Образом Фармить Титанит Честно Ли Это Ну Ладно Допустим Да Твою Дивизию Я Забыл За тебя Слушайте А у Меня А не У меня Есть С Этусы Точно Я Забыл Они Сделали Здесь Возможность Выбивать Этусы Точно Точно Зараза На самом деле Стоит Наконец Подумать О том Чтобы Что-то На себя Уже Цеплять Потому Что Мы Голые Мы Просто Голые Совсем Вот Допустим Давайте Это Пробуем Надить Выглядит Это Очень Странно Вроде Бо Я Перекатываюсь В принципе Неплохо Да Что У нас Еще Было У нас Были Штаны Получше В целом Перекатываюсь В принципе Давайте Наверное Мы все Таки Пожертвуем Булерезкими Перекатами Господи Как Это Слово Называется Ну Короче Говоря Сделаем Чуть Более Высокую Защиту Слушайте Он По-любому Встанет Надирать На задницу Я Прям Уверен В этом Короче В перевес Защиты Лучше Наверное Мы все Все Таки Одинемся Тихо Вот Вот Ты 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 Не Встанешь Удивительно Перекат Уверен Уверен Что именно Перекат Нам только Поможет Здесь Мне нравится На самом деле Этот подход Разработчиков Они Назасовывали Гораздо Больше Сильных Врагов Чем Было Раньше Даже Говорят И вы Мне Говорите Что Тут Иногда Сильные Враги Свечаются Имеется Ввиду Жестче Чем Некоторые Боссы Тихо Конченный Ну давай Удиви Меня Да Твою Мать В прошлый Раз Этот удар Меня убил С одного Удара На этот Раз Там Не Шлем Да Чтоб Ты Сыром Срал Хреново Реально Как-то Хреново Все Пошло Слушайте А мы Можем Запарировать По идее Мне Тут Кое-что Посчастливилось Выпить По дороге Смотрите Так Доспех Дезертира Он На самом деле Тяжелый Я смотрю Но Тем не менее Он получше Конечно Физический урон У него Так А что мы О нем Знаем Доспех Обычного Солдата Значок На нем Не узнаваем Этот Запресневелый Ржавый Косок Металла Подойдет Лишь Тому Кто Опустился До Воровства Ну в общем Это Из того же Разряда Что и Наши Эти Самые Да Поноже Хорошо И в итоге Ну Не знаю Честно говоря Вроде бы Мы сильно Не пожертвовали Кувырками Да Похоже Давайте попробуем В принципе Мне кажется Что Да Возвращает Душ Господи Его Этот удар Какой-то Ненормальный И вот так Охренеть Удивил Удивил Да Но я тоже Могу Как только Как только Мы Одели Что-то Получше Чем Какие-то Сраные Тряпки Сразу Дело Пошло В гору Уголь Отлично Как раз В общем-то Можно сразу Его Вожечь Почему бы и нет Смотрите Какой у меня Есть Ого Вы только Взгляните На этот меч Он великолепен Он шикарен А знаете На что Он похож Нет Конечно же Не на Арториаса На Арториаса Больше похоже Мечи Легиона Мечи У легиона Фарана Они больше Похожи На реплики Меча Арториаса А вот этот меч Похож на Помните Заставку Первой части Там По-моему По-моему На меч Гвин Он больше Похож Не помню Честно говоря В заставке Кто-то Такими мечами Драконов В эру Древних Пытался Убивать По-моему Очень похоже Очень У меня есть Одна идея Затем Значит Попробуем Взять В эту Руку Палаш А сюда Поставим Факел У нас же Была идея Ходить С двумя Мечами Так почему Б и нет В одной руке У нас сейчас Будет Катана В другой Мече Будет Палаш Правда Я теряю Ну да Я не хочу Палаш Все таки Нет Палаш Выглядит С катаной Как-то не очень Неместно На самом-то деле Вся проблема Просто в том Что я начинаю Терять Возможность Делать Парирование А это Очень важно Для меня Теряю Возможность Делать Парирование И силовую Атаку А и то И другую Мне очень Сильно Нравится Я скорее Буду Раз что Ну то Пошло Ходить Тогда С одним С одним Только С одной Только Катаной Лишь бы Не терять Возможность Парирования Ну Если мы Найдем Еще одну Катану То Тогда Будем Пробовать Наверное Ходить С двумя Ну Или Что-то Похуже А кому Это Статуя Мне Интересно Вот Кстати Его Меч Вот Как раз Больше Похож На Реплику Артуриаса На Меч Артуриаса У Статуи Я даже Видел Люди Путали Трон Трон Легиона Фарона Путали С троном Артуриаса Потому что Там было написано Что Это Трон Хранители Бездны Во всех Сразу Всплывал Всплывал Только Один Хранитель Бездны В памяти Я же Случал Я уже Собрался Прыгать Ну Давай Банан Ой Тупо Отнюдь Да Чтоб Ты Сыром Срал Засранец Вертлявый Да Усрачки Честно Говоря Я так Привык К нашим Тряп Тряпкам Что Мне уже Как-то Даже Неохота Носить Те доспехи Как только Я почувствовал Что мне Что наш Персонаж Резко Стал Сильным У меня Аж Как-то Захотелось Вернуться К тряпкам Так Кольцо Кольцо Жертвенности По-моему Это колечко Которое Позволяло Оно Ломает Да Да При смерти Ничего не попадает Но кольцо Ломается Таинственное Кольцо Создано Во время Жертвенного Обряда В чести Велки Богини Греха Обладатель Кольца Ничего Обладатель Кольца Ничего Не потеряет После смерти Но само Оно Сломается Жертва Оправдана Если Оно Спасает Жизнь Никогда Не пользовался Теплоком Кольцом На самом деле Вообще Никогда Как-то Как-то Привычнее Когда Вы просто Возвращаетесь За Своими душами Может Помочь Дальний бой Против Кого Очень Лодрика Первый Второй Заканчивался За Серий 60 Так Я не хочу Себе Испытывать Ловушки Лучше Подвечемся Я хочу Уже Все-таки Насобирать 20 тысяч Душ Несчастых Деленый цвет Отлично Нужен Костер Срочно Нужен Бонфаер Достаточно Ух Ёлки Балки Я понял Кто это Был Да Чтоб Ты Сыром Срал Улучшите Мы Только Что Случайно Учиться Случайно Убили Одного Из Поглощенного Тьмой Я уже Научился Их Даже Двоих Похоже Представляете Если бы Здесь Оба Превратились Но С другой стороны Это было бы Неплохо Потому что Если бы Мы смогли Недрять Занец Мы получили Два Сколка Титанита Сторожно Влево Слева Никого нет Что вы Врете Да Стоило Того А здесь Ничего А был бы Приятно Если бы Был бы Секретик Я сразу Приготовился В стойку Если вдруг Не собирались бы Сейчас задницу Надирать Это же Дарксол Здесь такое Может быть Так Впереди Лжец Лжец Ты имеешь Ввиду Мимик Кстати говоря Колечко Которое Мы взяли Синенькое Чисто Теоретически Мы можем На себя Деть По идее Когда у нас Будет мало Здоровья Он должен То ли Увеличить Атаку То ли Что-то В этом Роде Его Нужно Отнести По моему Той Старушке В Храме Огня Да Ааа Я понял Что это За место Точно Да Вот Мы В итоге Таким Образом Открыли Срез Все Понятно И сейчас Мы Угу Хорошо В таком Случае Раз уж На то Пошло Мы Наверное Сейчас Вернемся К этому Бонфайру Здесь Главное Вот этих Ублюдков Пережить У меня Больше Нету Этих Самых Ух Кто Твою Так Короче Я Не буду На тебя Тратить Свои Нервы Хреново Можно Проспедрани В принципе Можно Просто Пробежать Костру Хотя Честно Я Не хочу Не хочу Здесь Умирать Хотя С другой стороны Если я Здесь Умру Я Могу Вернуться К этому Костру Ладно В принципе Я предлагаю В таком Случае Просто А Вот Костер Костер Храма И последний Костер Где мы Отдыхали То есть Даже Вот так Можно Сделать Да Круто В таком Случа Мы сразу Вернемся Костру Мне кажется Что Именно Вот этой Женщине Которая Здесь Сидит Которая Может Нам Продавать Вещи Кстати Говоря Надо С ней Поторговать Нам Есть В принципе Что И Продать И Может Быть Даже Сможем Что То Купить Надо Было Сразу Кстати Говоря Купить У нее Парочку Вещей Когда Мы Отправлялись В Лотрак Так Мне кажется Что Это Ей Надо Отдать Кольцо А Вот И Ты Чем Мне Будет Полез Видимо Все Так Не Ей Хорошо Что Ты Можешь Мне Продать Ключик Я бы хотел Конечно Тебя Купить Слушайте А Как Сравнить С тем Что У нас Есть Я могу Как-то Вот Допустим Шлем Сравнить С тем Шлемом Который Одет На Мне Это Было Бы Очень Удобно По Моему Второй Часть Оно Так И Было Кстати Говорят Можно Купить Кемитар Вот Этот Изогнутый Меч В принципе Он мог бы Сочетаться С нашей Катаной Я считаю А еще Мелок Надо купить Мелок Потому что Вы говорите Что он только Покупается Так что Окей Купим Так И Высушенные Пальцы Используйте Крайне Осторожно Что это такое Вообще Пример Для сети Высушенные Пальцы С множеством Фаланг Используйте Чтобы Укрепить Связь С иными Мирами Это позволяет Призывать Третьего Фантома Но Также И второго Темного Духа Кроме того Темные Духи Появляются Раньше Применяйте Осторожно Ладно Давайте Купим Я думаю Что мы Купим Все Что связано С сетевой Игрой Можно Кстати Говоря Купить Еще Вот Это Чудо И По идее Мы Его Даже Можем Использовать То есть Мы Можем В принципе Восстанавливать Себе Здоровье По ходу Дела Давайте Попробуем Почему Почему Б и Нет Я Никогда Не Использовал Магию На самом Деле Если Это Позволит Нам Каким То Образом Подлечиваться То Почему И Нет Так Как Как Это Работает Требуются Харатистики Чудо 8 А Вера 8 Требуется Вера 8 В принципе В принципе Нам Хватает Хорошо Как Мне Это Применить Я Должен По идее Это Просто Взять В Руку Странно А Вот Кстати Говоря Вот Как Можно Сравнить Все Я Понял Что Я Пока Что Не Совсем Понимаю Как Взять В Руку Магию По Идеи По Идеи Должна Была Работать Может Сюда Нет Сюда Нет Ладно Хорошо Я В таком случае Разберусь С этим Закадром Наверное Я Просто Никогда Не Пользовался Магией Я Не Пока Не Совсем Понимаю Как Это Работает Окей Ладно Я Думаю Что На этом Мы Закончим И Следующей Серии Мы Уже Отправимся Как Раз В тот Замок Или Что Такое В Лотрике Очень Было Похоже На Вход В Замок Где Теряются Люди Не Успел Я Вам Рассказать Про То Что Я Хотел Меся Ввиду Мои Догадки Мои Единственное Что Успел Вам Сказать Это То Что Мне Кажется Что Наш Герой Не Совсем Так Просто Как Мне Кажется Именно Потому Что Он Имеет Знак Тимы Но При Там Внежить Он Превратиться Не Может Кроме Прочего Нам Вот Этот Серокрыс Сказал Такую Фразу Что Прозвенел Колокол И Мы Пробудились А Когда Прозвенел Колокол Помимо Того Что Пробудились Мы Пробудились Еще И Другие Лорды Пепла То Есть Это Говорит Нам О То Что Мы Тоже Являемся Лордом Пепла То При Звоне Колокола Пробудились Все Лорды Пепла Включая Нас То Есть Мы Являемся Лордом Пепла Соответственно Когда Мы Возжигаем Этот Уголь Мы Превращаемся В Лорда Пепла Это Вот То Что Я Говорил Вам В Предыдущей Серии Что Когда Мы Возжигаем У Есть Такое Подозрение Что Мы Ставимся Лордом Пепла Соответственно Сейчас У У меня Уже Почти Что Не Осталось Сомнение Что Это Состояние Есть Состояние Лорда Пепла Соответственно Мы Также Можем Быть Тем Кто Может Спасти Этот Мир Мне Так Кажется То Мы Можем Стать Тем Кто Может Зажечь Огонь Хорошо Ладно Продолжим Уже Наверное В следующей Серии Я надеюсь Что вам понравилось Все Всем Пока Удачи Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok